вот он моргает разводчик также делать вот поэтому и по направлению главной дороги а вот когда притормози нужно выжимать расскажу сейчас тоже до долю поворотик сделаем мальчонка не знает откралась опасность поздно за передачку-то гладить двигатель слышно как стала работать как раз то что понижение передачи не было смотри надо с 3 на 2 нам перейти то есть от торможения почувствовал такой был а теперь нам надо на первую перейти давай остановочку сделаем прям здесь ключик воротничек уже видео тот не показывает у нас любить как у меня переключаешь солнце взору не посадят смотри опускай все педальки что мы знаем про коробку передачу что нажимая определенную скорость машина поедет смотри всего у нас сколько чтобы 5 передачи 1 задние да ну уж может дальше 6 вот первая передача нам для чего нужно чтобы тронуться тронуться то есть делаем разгон до такой скорости но да только оборота то есть или 20 километров или если по оборотам то 2000 правильно вот и наверно по оборотам с первым на втором и переключились на втором и едем до какой скоростью не знаю километров до сорока наверно либо оборотов но ты как определяешь просто ротов смотри с автомобилем да надо говорить прямо так конструктивно на четкие значения которые ты соблюдаешь но и машинка на тебе будет отвечать так сказать вот если понятие размыто идут то будут ошибки как правило появляться вот поэтому до 20 там разгоняемся на 1 потом на 2 на 2 из 20 до 30 разгоняемся потом на 3 на 3 не там с 30 ну до 50 дальше 4 до то есть идет четко скоростное ограничение это когда на повышение да то есть ну ты соблюдаешь да но тебя научили по оборотам переключения делать поэтому на повышение тебя проблем нету есть на понижение есть на понижение вот почему это проблемное понижение потому что нету понимания как переключаться на понижение чтобы это понимание было надо учиться не по оборотам а по спидометру то есть именно по вот этим скоростным значением до который ты должна учитывать нажать и врус 3 на 2 как бы почему тебя может не пусть и да потому что он будет коробку беречься в автомобиле вот я бы тоже не пустил но принцип какой ты должна притормозить снизить скорость а потом уже делать переключение то есть чтобы нам перейти с 3 на вторую над не просто сцепление выжить и врубить ее надо там притормозить но можно вот тут я был вопрос как тормозить но без сцепления или со сцеплением сразу да есть два способа переключения торможения то есть когда ты выжимаешь сцепление тормозишь да он применяется на маленьких скоростях но все что ниже 40 и есть когда-то сначала тормозишь как оборот у тебя начинают падать к 1000 ты выжимаешь сцепление там дотормаживаешь и потом переключаешься то есть эта схема опытных водителей которые любимые расскажут со временем вот но смотри в чем фишка поначалу ученику сложно схему воспроизводить потому что те надо сначала тормозом потом сцепление потом дотормозить отследить по оборотам и переключиться то есть проще на начальных этапах обучения выжила сцепление притормозила и переключилась какой принцип да с 3 на 2 мы тормозим до 20 потом переключаемся со 2 на 1 тоже мы выжили притормозили до 10 потом переключились то есть принцип идет мы готовим сначала скорость а потом уже передача ну то есть первоначально у нас должна скорость подготовиться, а передача включается уже как следствие, но для продолжения движения. То есть вот такая система. Потому что у тебя этот пробел есть, и также выбирается передача. Допустим, ты едешь, у тебя горит красный, ты там выжил сцепление, начала тормозить, скорость упала, у тебя до 15. Какую передачу включишь для продолжения движения? Вторую. Да, то есть если все, что в диапазоне от 10 до 20, это вторая. Если упала скорость до 5, то уже идет первая, и ты продолжаешь движение. То есть такое принципы на понижение, и для того, чтобы движение продолжить. По поводу начала движения. Тоже, да, научились тебя с подводом сцепления. То есть то, что у тебя на пол не касается, это хорошо. Вот. Но у тебя получается, как ты подводишь сцепление, определяешь рабочий ход, потом даешь газу, и потом отпускаешь сцепление. И газу, ну, как бы бывает, даешь, а бы это не даешь. Это хорошо, когда ты медленно двигаешься. Когда тебе нужно совершить, например, налево поворот, то тебе нужно быстро оценить ситуацию. И так не получается, так не выходит. Абсолютно верно. То есть у тебя вот, ну, понажимай газ по полторы тысячи, потренируйся фиксировать. То есть нажать и зафиксировать. Это упражнение для того, чтобы привыкнуть к газу. И для того, чтобы нам уверенно быстро трогаться, тебе надо сначала будет повышать обороты, а потом работать сцеплением. Ну, или это делать одновременно, да. Со временем ты будешь педали чувствовать, а это одновременно будет получаться. Вот, давай, выжимай сцепление. Первую передачу. Взгляд только всегда на дорогу. Сейчас грузовик нас правит. То есть наша задача потренироваться, трогаться и останавливаться. Повышай обоняние. Нет. Повысь обороты. Полторы тысячи. Обороты повысь. И подводи сцепление потихоньку. То есть как обороты начнут падать, это рабочий ход идет. Вот еще подводи. Может даже посмелее. Еще, еще, еще. Вот. Вперед только смотри тоже. Вот. Теперь еще разок встаем и трогаемся. Несколько раз. То есть трогаться с газом надо уметь. Вот. Поэтому повышаем обороты и сцепление подводи. Не бойся газу. Прям подводи. Ты почувствуешь этот момент, тебе просто надо поотрабатывать несколько раз. Вот. У тебя, видишь, машина как трогается. Она уже сразу заходит, ну, разгоняется. То есть она не дрожит, как судорожно, да? То есть это раз и поехала. Движение начинай. Давай еще разочек встанем. Сейчас нас машинка объедет. Вот. И движение начнем. То есть когда будешь трогаться вот в таком формате, ты, во-первых, к газу привыкнешь лучше и не будешь его бояться. То есть у тебя не будет такого страха, что ты там нажала, бросила, да? Это такое явление очень часто у учеников. Давай движение начнем с поворотичком. Вот. И прям поедем. То есть вот прям подводи. То есть у тебя даже газ, он компенсирует неточность работы сцепления. То есть ты не надо будет так тонко вымерять вот эту работу, да? Там. А чуть бросишь, ничего страшного, машинка дернется и все будет хорошо. Вот. Тоже вот разгончик делаем. Отпускай сцепление смело. До третьей передачи. И потом на понижение пройдем. Вот. То есть теперь вот нам надо с третьей вернуться на вторую. То есть вот выжим сцепление, притормози до 20. Отпускай тормоз. И вторая передача. Вот. И отпускай сцепление. То есть, видишь, уже торможения такого нет сильного. Потому что ты подготовила нужную скорость, а потом сделала переключение. Давай разгончик делай. Нет, нет. Разгон. Разгон. А то сзади КамАЗ едет. Чтобы он нас не догнал. Ну, пока прям пройдем. Вот. Смотри, по поводу руля, да? Кто сюда боишься? Не ухудшите. Постафельки. То есть вот, во-первых, расслаблено. А то у тебя хват идет вот такой вот. Вот. Такого хвата нет. Вот. Закрытый хват. При работе рулем, то есть надо четко понимать, сколько ты навернула, сколько надо тебе вернуть. Потому что основа прохождения любого поворота это вот этот принцип. Ну, как вот на велосипеде ездил в жизни, повернула там градусов на 20, 20 вернешь. То же самое здесь. Только здесь колес не видно и информацию от руля ты будешь получать по рукам. Вот. Поэтому у руля тут полтора оборота. То есть полтора оборота в одну сторону, полтора оборота в другую. И когда рулем работаешь, это движение вот должно быть. То есть правая рука уходит от сюда. То есть вот у тебя идет один оборот. Пауза у меня, да. Только руку смотри. Лучше в закрытом хвате и вот здесь вот. То есть это идет один оборот. Это идет половина. Левую не надо пустить. То есть вот это максимально левое расположение. Правильно? Как руль возвращается? Половина и один оборот. 1,360 градусов. То есть вот не отпусти педальки. Убери ножки. Педали мои, руль твой. Право крути вот один оборот потихоньку. То есть один оборот. Паузу сделали. Убери правую руку. Но вот и теперь половину двери. Вот и задержи. Не надо правую убери. Просто научись удерживать левой рукой руль. Потому что вот в таком формате ты будешь проходить большинство поворотов. Вот эти движения, которые ты делаешь, да. Силовой хват. Вот. Минус его в том, что ты не почувствуешь руль. Вот в чем дело. А если ты его не почувствуешь, то будут проблемы с круговыми движениями. Ну, везде, где работает руль. Вот. Поэтому, чтобы нам убрать ошибки с более сложных маневров, которые у тебя будут тут уже должны начаться. Но надо основу управления заложить правильно. Выравнивай руль. Полтора оборота. Раз. Два. Да, то есть вот прямо. Теперь влево так же один оборот. Вот. И половину правой рукой. И задержи левую, не трогай. Пока никого нету, мы тут попытаемся. Очень комфортно себя чувствовать, когда она едет. Вравную руль. Когда они подконтролим, все. Вравную руль. Вот. Теперь вправо. Давай один оборот. Смелей, смелей. Один, паузу и половинку. Пойдем мы направо. На перекрестке. Вот. Убери правую руку от руля полностью. То есть вот то движение, которое я тебе показывал. И газ тоже при отпусти. Полностью убираем. Чтоб на маленькой скорости. Вот потихоньку поворачиваю. Полоборот прям до конца. То есть задержали. И выравниваем. Итак. Боевой план действий у тебя есть? Чего-то? Или нету? Да, конечно, есть. Он должен быть. План. Да, должен быть. Вопрос какой? Едем. У нас с тобой знак уступи дорогу. Что будем делать? Уступать. Логично. То есть это говорит о том, что у нас второстепенно. Ну вот. А у них главное. Мы должны уступить. Кому? Тричному направлению. Вот этим вот. Кому этим? Тем, кто слева, тем, кто справа. Справа. То есть кто на встречке, у меня тоже будет как изна. Кто тоже уступит дорогу. То есть у нас по сути условия с ними одинаковые. Правильно? Едем, висит знак уступи дорогу. Какая наша задача будет с тобой? До кода мы доедем? Куда посмотрим? До края проезжей части? До края проезжей части. Да, посмотрим направо, налево. Вот почему до края? А не вот здесь, допустим. Здесь-то зачем? Здесь зачем? Совершенно верно. Что-то ты капал, скажешь. Вот. Потому что край проезжей части открывается обзорность. Ну да. Вот. Потому что здесь, если ты будешь смотреть, то обзорности не будет. Поэтому точка, так сказать, место, где ты принимаешь решение ехать или нет, она находится где? На краю. На краю проезжей части. В правилах, как бы, говорят, что разрешено доехать, да? Ну там завуалировано, докуда, ну где вы должны остановиться? Все ученики говорят, у края. А спрашиваешь, почему у края? Ну не знаю, потому что вот так надо. То есть тут надо понимать, что здесь обзорность открывается. Здесь ты будешь понимать, кто у тебя справа, а кто слева, да? Там, ну, плюс, как начинающему водителю, тебе потребуется время для того, чтобы понять, ну, стоит ехать или не стоит ехать, успеешь ты не успеешь. Вот поэтому вот тут мы делаем, как бы, остановочку или подъезжаем на маленькой скорости, смотрим, ну и движение продолжаем. Правильно? Вот те ошибки, которые я тебе показал, да? То есть они будут влиять на любой маневр. То есть будь это правый поворот, там левый, не имеет значения. Почему? Потому что если у тебя нет понимания, как переключаться на понижение, то вот здесь у тебя машина будет дергаться, или рывки будут, или тебя будут ругать. Скорее всего будут ругать, потому что нам надо будет с третьей перейти на первую, да? Если ты не снижаешь скорость, а врубаешь там первую, допустим, ну, то ничего хорошего не будет. Вот поэтому нам вообще в идеале задача какая? При подъезде, краю проезжей части, выжать сцепление, притормозила до 10, на первую перешла и докатываешь потихоньку. То есть почему потихоньку, чтобы у тебя вот здесь было времени подумать. Как начинающим водителям, у тебя все равно секунды 3-4 надо будет посмотреть, да? Куда будет смотреть? Влево-вправо, первым делом? Влево. Почему влево? Нет, они просто едут оттуда. Конечно, первый автомобиль, который в тебя сможет въехать, это транспорт слева. Поэтому смотрим слева, никого нету, там проезжаем, да? Но в идеале, конечно, слева и справа, потому что бывает так, что ты влево глянула, вот на таких дворовых территориях. Выезжаешь, а там обгон кто-то делает. А в тебя уступи дорогу, ты будешь виновата. Вот, поэтому слева глянули и уже выезжаем вправо, смотрим. То есть посмотрели и спокойно делаем выезд. Поэтому если у тебя переключение, то проблем будет здесь. Если не умеешь уверенно трогаться, то вот здесь. А если рулем неправильно работаешь, то вот здесь. Поэтому, ну, любой маневр его можно разложить и увидеть причину и уже как следствия, да? Допустим, не умеешь переключаться тут, рулем вот здесь. Но у тебя переключение отсутствует и работа рулем не совсем правильно. На маленькой скорости ты как бы справишься с рулем даже неправильным действием, но в будущем скорость будет большая и уже будут проблемы. Или, допустим, появится у тебя ситуация, где надо вот тут стартануть быстро, да? Ты там стартанула, допустим, ну, случайно газ нажал и стартанула, а с рулем уже не справишься. Вот. Поэтому надо вот эту математику, сколько ты навернула, столько и надо вернуть. И начало движения с газом. Ну, тебя как бы, ну, нормально подкорректируется. Вот. Левый поворот, да? Надоело нам с тобой ездить направо. Поехали мы налево. Ну, допустим, горит у нас зеленый, да, здесь тоже зеленый. Ну, стандартный перекресток, нам надо повернуть налево. Что будем делать? На адресу. Что будем, выйдем на серединку. На серединку. Держи, а я пока так снимаю. На серединку выйдем. План действий. Вот сюда. Как ты налево будешь у меня уходить? Вот сюда. Ну, нарисуй машину. А то мы в точку какую-то превратились. У этих же нету? Ну, у них же... А у них красные. У них красные, да. Ну, вот и нарисуй траекторию. Как я поверну? Ну, да, то есть ты выехала, пропускать кого будешь. Вот и их, всех. Встречку пропустила и поворачивай. И поворачиваю. Ну, если, например, вот этот поедет вот сюда, а я вот сюда, то я думаю, это типа бортами разойдемся. Вот, вот смотри, он видишь, едет как раз налево. Он поедет, соответственно, вот так, а я поеду вот так. То есть ты транспорт встречного направления отправила на встречку сразу? Ну, нет, ну не на встречку. Почему? А, ну, это надо на черти. Ну, нырисуя, чего-то. Так, тогда это будет. Давай, надо разобраться, куда-то отправишь на перекрестке прилет. Так, он поедет вот сюда. Да. Значит, он встанет вот здесь. Где-то куда поедет. Я встану вот здесь и поеду вот сюда. Нет? Только вот смотри, ты встал на перекрестке на середине, да? Потому что ты говоришь на середину. А он почему-то раньше стал. Ну, с чего это у вас? Ну, у вас же равные права, правильно? Ну, он просто, наверное, умнее меня. Нет. Ну, тут так не работает. А если там блондинка поедет? Блондинка с брюнеткой сможет договориться? Ну, конечно. Да? Ну, естественно, брюнетка более умная. Она уступит. Узна. Вот, знаю. Вот. Тут какая логика-то? У вас одинаковые права, правильно? Да. И вы должны разъехаться. Ну, между собой-то говорится. Да. То есть у тебя план-то на самом деле имеет смысл. Только ты свою постановку очень дальнюю делаешь. Вот в чем дело. Поэтому вот транспорт встречного сатри, вот на перекрестке, то есть поставь точку, где у тебя середина перекрестка. Вот вы должны оба разъехаться перед этой серединой. Значит, он встанет вот сюда. Да, вот сюда. А тут одна ресурс, мне не даешь. Вот сюда он встанет. А ты встанешь примерно отсюда. И мы разойдемся. Держим. Совершенно верно. Поэтому вот левый поворот не на середину. Если на середину выйдешь, то водители тебя другие не поймут. А здесь надо чуть раньше середины. Ну, как бы сразу прогнозировать, что там кто-то налево соберется, допустим. И потом уже нарисует траекторию в левую полосу. Ну, перед серединочкой. Вот. Да, ну, только ты, как бы, видишь, далековато. Все, ты куда-то хочешь у меня уехать на середину. Вот. То есть вот так вот. И ты тоже вот так вот раз. И повернули. Чтобы у вас разъезд получился. Вот. Поэтому вот этот шаблон торможения на первую, он применяется вот здесь. Вот. Если, допустим, ты выезжаешь на круговое движение. Так, левую руку у меня что-то хуже рисует, чем правая. Это нейронные связи. Точно? У меня тоже проблемы. Будем, значит, вместе тренировать. Так. Вот здесь вот. Допустим, ты выезжаешь, да? По доступе дорогу. Держи. Тоже. Какой план действий? Круговое движение, чтобы проехать? Ну, я смотрю отсюда, как они поедут. Ну, кто по кругу едет, да? Да, смотрю за ними. То есть, если мне свободно, я еду. Если мне нужно в первой съезде, я еду сюда, да? Ну, разворотик давай сделаем. То мне нужно. А, то я могу вот сюда вот так. Раз, раз и пошла. Разворотик. Тогда туда. Да, только смотри на уши. Я, конечно, плохой художник, но... Ну, я еще помню. У нас много общего. Могу не умею рисовать. Это в стационарной связи. То есть, какие ключевые моменты? Вот здесь вот выезд и оценка дорожной ситуации. Поэтому вот этот шаблон, ты должна еще вот сюда перенести. Ну, понятно, если меня там сзади нагоняет, ты должна быстро тронуться. Да, все твое вождение, то есть, это, ну, не твое вообще все вождение, это управление автомобилем и перенос одного шаблона, да? То есть, ну, торможение на первую, это даст тебе хоть какое-то понимание, время подумать. Поэтому вот сюда ты подъезжаешь, притормозила на первую. И потом также сделала выезд на круговой съезд в крайний правый ряд, в крайний правый ряд. То есть, вот и все маневры. Ну, вот, к примеру, да, выезд под уступи дорогу. На перекрестке мы поедем направо. Самостоятельно давай. Я тебе доверяю. Машинка, слышь, как? Ту-ту-ту-ту-ту. То есть, вот из-за ошибочек какие были? Роль. пробуя побросала до сразу ощутила как бы начиная поворачивать его правильно потом расчета бросил но и перехвата лишен это за счет того что левая рука работать не хочет по алгоритму да то есть у тебя выезд под уступи дорогу я телекцию такую прочитал бы на первую на первую вторую на 2 и как следствие вероятно что ты заглохнешь на сразу увеличивается почему это тоже же блок потому что избавила скорость чтобы убедиться то есть пооценить ситуацию а передача не понизила поэтому почему как бы делается именно торможение на первую чтобы убрать вот эти ошибки вот убери правую которую от левого потренируем поэтому тут именно четкой шаблонность что при подъезде надо притормозить и на первую и ты ну как бы уберешь очень много ошибок ненужных движений и как бы тебе проще будет допустим вот перекресток до поедем и налево то есть езжай пока смело хотя задача по сути это доехать до края проезжей части вот а доехать надо будет на маленькой скорость но тут пешехода еще малину нам испортили поворотничка лево включи сцепление выжму до конца то есть идет торможение как скорость 10 подходят 1 передача то есть навык переключения работает теперь доезжаем до края проезжей части между бабульку на тебя показывать не знаю что ты не понравилось то есть смотрим стол вот тут справа слива посмотрели не только не то что там гаражи разворот у меня мало туда налево вот машинка проезжает газику даем поехали глаза не вижу то есть начал движение чуть не заглохли вот и рулем правильной работы давайте покажу вот повернули вернули разгон идет и переключение придется вырезать сцену где-то меня в гараже заманила то вдруг наш узнать больше не отпустится разгончик вы на 3 тоже наша задача какая по доступе дорогу давайте подсказку сделаю выжимай сцепление идет торможение до 10 первой передачи отпускай тормоз лево рука роль работает глава налево смотрит никого нету все поехали лево рука то работает не ленится то есть вот таком формате должен поворот выполняться и разгон на вторую то есть у каждой руке есть ноги и свое предназначение если неправильно движение заложено то у тебя будет очень отличное движение если правильно то вот такая синхронность а со временем ты на это внимание должны обращаться внимание концентрация нас будет только на дороге